Приветствую вас, постараюсь задвинуть вас в позиции психологии в первую очередь, а далее я разберу возможные причины вашего состояния из смельных, так сказать, областей. Значит, в позиции психологии вы подпадаете в состояние грусти и состояние ярости, то есть, по сути, состояние спокойное, я бы даже сказал, пассивное и такое более активное, значит, находясь во власти ассоциаций. То есть, стоит вам оказаться в какой-то ситуации, которая вызывает у вас те или иные ассоциации, воспоминания, значит, чувства и так далее, вы тут же оказываетесь под воздействием, значит, этих самых эмоций, и вы, например, впадаете в грусть. То есть, вас в грусть вводит некое стечение обстоятельств. Почему? Потому что вы чувствительны, ваша нервная система чувствительна, вы восприимчивы чересчур, к окружающему вас, значит, миру, возможно. И плюс, ко всему вы, скорее всего, не уверены в себе, ну, не до конца уверены в себе, как вот мне это, по крайней мере, видится. И вследствие этого у вас возникает подобная вот проблема. И тогда, в таком случае, что нужно вам делать, в первую очередь? Во-первых, нужно разобрать, вот какие именно ситуации вводят вас в это состояние, по поводу чего вы, например, грустите, по поводу чего вы, например, впадаете в ярость и так далее. Это первое. Значит, второе. Если мы с вами говорим о наличии у вас, вот как раз, определенных проблем такого типа, то вам нужно в обязательном порядке определить источник, причину, когда. Когда и с каких пор, с каких обстоятельств у вас начало происходить подобное состояние. Вполне вероятно, что у вас имеет место быть так называемый, значит, линиями комплекс, когда такое-либо обстоятельство, какая-либо ситуация запускает механизм, значит, цепной реакции ваших переживаний. В этом случае необходимо отследить, в первую очередь, то, что запускает эти переживания тем, чтобы у вас, ну, не было, например, значит, причинно-следственных связей, которые бы соединяли вот это вот обстоятельство, которое допускает механизм цепной реакции, и последующие ваши переживания. То есть, на начальной стадии это отслеживается с помощью психолога, например, ну, или вы можете сделать это, в принципе, сами, если у вас есть на это желание, если у вас есть возможность так сделать, значит, и вы тем самым, значит, развиваете свой комплекс, в данном случае комплекс линейный, и, соответственно, значит, соответственно, освобождаетесь от подобных ассоциативных проявлений. Следующий момент, который хотелось бы вам донести, следующая причина, по которой у вас может происходить подобное, это такая причина, что вы, значит, значит, находитесь как бы без своей активности, то есть, вы не можете проявлять активность свою, у вас нет возможности эту активность проявлять, и по этой причине, из-за этого вы как раз-таки, значит, в любой ситуации, которая для вас возможности, вы проявляете свою активность куда более ярко выраженной системой, например, это бы сделал на вашем месте любой другой человек. Значит, следующий важный момент, это момент заболевания. То есть, у вас может быть, значит, некие проявления болезни, которые вот таким образом проявляются вовне. И в данном случае необходимо вам обселиваться у врача, для того, чтобы он, значит, продиагностировал или исключил хотя бы наличие у вас подобного заболевания. Также это может быть связано с травмами, с психологическими травмами и как следствие поражения нервной системы и, значит, деятельности вашего мозга. В таком случае вам необходимо будет обратиться к врачу-психотерапевту, психиатру, для того, чтобы он вам, значит, опять же, продиагностировал ваше состояние и увидел, есть ли в нем проявление каких-либо психических заболеваний и наказывал вам соответствующее лечение, в том числе и, может быть, психологическое, то есть психотерапевтическое лечение, но и также еще и медикаментарное. На самом деле, такие серьезные симптомы, как перепад настроения, требуется описывать более детально и более подробно. То, что описали вы, этого, к сожалению, очень мало для того, чтобы вам реально сказать, что с вами. То есть, если хотите лучше понять, выбирайте эксперта на нашем ресурсе и, значит, зайдите в несколько консультаций для того, чтобы определить, что же с вами происходит, если вы серьезно озаботены своим здоровьем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!